Продолжение следует... Одновременно крупные чиновники являются либо мультипризонерами, либо миллиардами. Власть нужна для того, чтобы ей обогащаться. Это неплохой подход, хотя его принято очень критиковать. Потому что на Западе настоящий момент, как ни странно, подобного рода подход находится в загоне. Они полагают, что у них должна быть другая совершенно система, так называемые такхайки, то есть власть умных. Но это казалось бы так здорово, так это прекрасно, как мило. Они такие должны быть все умные и должны быть лучшие, и должны управлять миром. Очень похоже на попросту государства, когда именно философы управляют государством. Но задумаемся, по каким принципам и почему люди попадают в этот класс лучших. И мы увидим странную вещь, что вот эта меритократия получается, что это всевозможные представители всевозможного рода гуманитарных профессий. Экономисты, иногда даже филологи, иногда очень часто социологи, психологи и представители всевозможного рода остальных дисциплин. И это естественно, политологи. Это естественно. В США вот так и происходит. То, когда Лиза Райс государственный секретарь, то она преподаватель, по-моему, той Ели, той Николайского университета. Эти места у них меняются совершенно образом свободными местами. И все бы это было бы прекрасно, если бы мы понимали, что в форме так называемых гуманитарных наук мы имеем дело именно с науками. Я же полагаю, что в их форме, как правило, мы имеем с тем, что называется антинаукой принципиально. Что называется? Антинаукой. То есть их ситуация. То есть мы видим, что крупного управляющего чиновника в настоящий момент форма его воспитания и социализации проходит всевозможного рода в таких научных институтах и университетах. На гуманитарных каких-то кафедрах. На социологии, на экономике, на психологии и где-либо еще. Это западная система. То есть там, где у тебя, ты, конечно, можешь быть и богатым. Но богатство – это одно. А. Принадлежность к другим школам эритократическим. Это другое. Ты принадлежишь к определенного рода социальному институту. Ты учишься, скажем, в Едине или в Гарварде. Ты учишься от них, ты приобретаешь определенного рода знакомства. И благодаря этому выступаешь в качестве социального лифта, который может вознести себя на самую вершину. Мальчик, который мост через речку около Массачусетского технологического института мерил его размерами. Ну, там у них такая специальная свечная, его кладят, но как раз. И тело я кричал. Стал в дальнейшем этим руководителем палаты мер и весов в Соединенных Штатах Америки. Ни больше, ни меньше. Это вот так у них эта самая ситуация устроена. То есть фиксированное количество университетов, фиксированное количество научных школ делает человека один, какой их есть. Возносит его на самый верх пирамиду противника. Такая вот эта самая ситуация. И я считаю, что для всего мирового сообщества, то есть для нас, для всех, подобное положение делать значительно более трагично, чем то, которое сложилось на стране. Когда у нас есть монеток радио. Потому что деньги, они выступают в качестве хоть какого-то критерия. Здесь же критерии во многом бывает часто, прямо отрицательны. Но в самом деле, что такое современная гуманитарная наука? Ведь исследования проводятся не по способам сравнения эксперимента или выдвижения новых смелых гипотез. А исследования проводятся там, как правило, тем, что у тебя есть некий набор авторитетов, так называемых экспертов. И твое научное исследование состоит в том, что ты попытаешься подогнать собственные экспериментальные данные, либо под их высокое мнение, либо ты дискутируешь с представителями других школ. Где дискуссия происходит тем, что ты сравниваешь позиции высказывания паханов там и твоих паханов лично. Вот это твоя научная дискуссия. Она, обратить внимание, это является, в первую очередь, школой лояльности. Потому что служить многим социологическим и экономическим школам в настоящее время можно только при том условии, что ты всяческим образом закрываешь все глаза на окружающую действительность. Иначе служить нельзя. Никак. Вот только так. Ты закрываешь сердце. Если ты пытаешься от себя говорить, то ты не вписываешься. Оно очень сообщество. Ты изгоняешься. И ты по этой верхушке, наверное, не будешь помнить никогда. А если ты находишься в рамках вот такого... А почему монетократия это является критерием? Почему монетократия это является критерием? Ну, потому что все-таки деньги не кинем. Деньги считают, что не просто так у тебя появились. Ну, если власть отдать воршину и всем таким. Там из поколения в поколение. Просто так передается. Люди готовятся к действиям. Да, да, да. Это есть. Какой же критерий? Ну, это быть может. Ну, быть может. Я говорю, что наша монетократия может быть лучше, чем их ими. Я не согласен почему-то. Я считаю, что все-таки то, что они оторвали власть от денег, это как бы... Конечно, при всех недостатках. Я согласен, что недостатков там полно. Это не идеально. Оторвали. Но это лучше, чем вот эти... Оторвали. О чем говорится? Игорь говорит, потому что социальный алифт. У них меритократии... Я понял, да. Я считаю, что при всех этих недостатках это все-таки лучше, чем монетократия. Я не знаю, лучше или хуже, как это делать. Но я хочу сказать, что возникла, на следующий день возникла странная ситуация, когда в управленческой верхушке оказываются люди, которые... А знаешь, чем лучше? Потому что при всех этих недостатках, которые ты переводил, там все-таки в этой системе больше сознательности. А в системе монетократии там же всем движет чисто как бы закон на живо. Там никакого смысла нет вообще. Может быть, может быть, и лучше. Но мне-то как раз эта ситуация и та, и та плохо. Потому что они называют это меритократией... Идеально, да. Да, они называют это меритократией, но представители тех, где цеплена техно-научная школа показываются наверху, которые ведут, скажем так, находятся в ситуации антинаучного дискуссия иногда. Ну, вы представьте себе, и так, если профессор высказал какую-то точку зрения, сформировал свою научную школу, ты не можешь ее проверить. Ты будешь на уличном вагоне очень часто. А представьте себе, когда на это завершена должность, не менее, должности государственного секретаря США. То есть, что ты можешь с этой ситуацией сделать? И это люди, которые сформировались в определенных научных школах, в определенного рода антинаучных кругах, прямо скажем, на антинаучных кафедрах... Нет, понимаешь, это все-таки уже жрецы. Да, это жрецы. А здесь вообще никто. Это жрецы. Да здесь просто фишки, голубые фишки. Валя, знаешь, что тут проблема? Про меритократии. Вот как раз про жрецов ты хорошо сказал. Проблема состоит в том, что меритократия стремится заморозить некое состояние статус-кво. И во что бы то ни стало, несмотря на то, что изменяется действительность, изменяется реальность. Примерно, в отличие от монетократии, которая на самом деле каждый раз все-таки идет в ногу с прогрессом. Почему? Потому что иначе ты окажешься внизу, понимаешь? Иначе ты не сможешь зарабатывать деньги свои, сможешь как бы быть богатым. То есть тебе постоянно приходится приспосабливаться к изменяющейся ситуации. И в этом смысле монетократия, она более оправданная, потому что она все-таки более реальная, чем меритократия, чем, как ты правильно говоришь, про жрецов. Все жрецы хотят заморозить некий статус-кво, состояние своей религии. Вот есть некая истина, она достигнута, и давайте ничего не будем менять. Вот давайте, как вот есть, так и хорошо. А монетократия, она вынуждена, в силу того, что на деньги зарабатывает. И ведет постоянно обратную связь с самой реальностью. Если она рулит, так что? Она все и под себя подгребет, и на этом статус-кво наложит. Наверное, и здесь тоже существует такая опасность. Но тем не менее, в силу того, что каждый раз, благодаря социальному литву, новые новойши, так называемые, новые богатые дадимают. Да не из этих новойшев, будут наследники. Ну у нас-то пока новойши. Ну а дальше-то будут наследники? Дальше будут наследники. И, к сожалению, профессора социологии будут на коне. Они заберут власть у наследников и будут это. Хотя, я не знаю ни одного минимума примера, когда профессор бы хорошо управлял на суданском. А человек, который сам себе сделал, да, вот этот self-made man, он на самом деле, не просто же люди становятся богатыми. Ну сейчас ты, конечно, по случайным обстоятельствам. Но, как правило, что-то... Нет. Но будешь и становиться богатым благодаря своей инициативности. Нет, подожди, богатыми, в каком смысле? Богатыми вот там, это бизнесмены малого и среднего уровня. Действительно богатыми, олигархами не становятся благодаря своим фокусам. Там чисто распределение. Как бы я могу сослаться на книгу с Алье, как деревья России, она у меня есть. Нет, про Россию понятно. Нет, так там... Общая ситуация. Я в частности пишу, ну и вы все это же прекрасно знаете, что как бы все эти там заводы, корабли, пароходы, серьезно, они же раздавались просто. Никаких там личных качеств, да. Никаких... Семья, как бы, Ельцин раздавалась семье и своим приближенным всем. То есть это было как бы друзья и родственники Ельцин. Ну понятно, но это счастность просто. Вопрос-то отсюда... Ну а какие там личные заслуги? Чем в этом случае монетократии? Ну, тем не менее, вот этот забавный... А вот как раз те, кто сделал себя, как бы, именно в нашей стране, это как раз средний уровень и низ, и малый бизнес, как бы. Эти люди никогда наверху, никакого социального листа у них не будет. Вот. И никогда они там не окажутся. Ни при каких условиях. Ну, а Казани же почему? Казани же большое количество путинской гвардии, там, Тимченко, кто-либо, Олтенберге, которые, как бы, говорили, были мелкими предпринимателями, то приходит Путин в власти, стали олеграхами. Не, просто... Ну, это опять же, опять же, Путин раздал своим... Нет, по сравнению... Нет, смотри, по сравнению с... А это не они же это себя сделали. Нет, по сравнению с манитократами, которые Игорь описывает, там вообще ничего не возможно. Там уже однажды истина достигнута, и все, и все замерло. Преимущество манитократа в том, что они не интересуются истиной. В отличие от тех, кто сказал, что они жрецы. Тут, наверное, можно спорить, но мне как-то милее манитократия, а манитократия как-то мне совсем не мило. Но я, наверное, исхожу это, знаешь ли, из своих, так сказать, предубеждений христианских, потому что как бы поклоняться золотому тельцу, с точки зрения Библии, это хуже всего. Уж лучше что угодно, только нет. А лучше любой изм, чем золотой тельц. Зато золотой тельц позволяет людям быть все-таки адекватными, находиться в ногу с реальностью, в ногу со временем, быть как бы на остыре проблемы. Я как христианин, как бы, вслед за Библией, повторю, что Библия считает, что это дорога никуда. А вот, дорога к смерти. А социологи, вот эти все профессора, они не могут понять, в чем реальность их стоит. Они вот до сих пор существуют у нас социологи, которые мыслят еще штампными вот этими, это, коммунистическими, понимаешь? Они не могут понять, что уже давно все устроено. И они сейчас сильно обижаются, я же эту штуку нашел, обижаются, почему на Западе везде моритократия, то есть они как таковые власти находятся, а у нас они в загоне. Они заслужены в загоне, надо им охотиться, хочу отметить. Они заслужены в загоне. Есть такой социолог? Я думаю, что они у нас в загоне не потому, что они заслужены в загоне, а потому, что мы как бы не самостоятельны в своей политике, как бы, внутренне. Ну, мы мы сейчас не заслужены. И поэтому, а наилучший приводной механизм, как бы, это как раз монетократия. Вот для, не для империи, не для метрополии, а для периферии, как бы, это вот лучше всего, как бы, там, чтобы существовала монетократия. А вот в самой метрополии, да, в центре империи должна быть. Именно монетократия, там должны жертвы сидеть. Потому что там нужно больше сознательный. Я просто не очень... Сознание больше. Мне это волнует больше... Это как бы мозговой центр, плохой, хреновый, но это мозговой центр. А здесь это просто безмозглые ребята. Они просто руководство и суприбы. Я-то по них тоже хочу сказать, что они безмозговые совершенно. Тоже безмозговые. Какая нервная система вся-то? Давайте все-таки подумаем. А существует еще и другой принцип организации общества, в котором элита как бы выбиралась объективным путем, не тем способом, что назначалась. А здесь все-таки есть некий объектив. В меритократии там лучше избирается. Меритес – это по-гнически лучше. А в манитократии там избираются те, кто оказались наверху в смысле того, что они богатые. А вот еще какой-нибудь такой объективный критерий существует, по которому могли бы люди так организоваться, что согласно этому критерию поднявшиеся наверх оказывались бы у власти. Какой-то разумный критерий такой существует? Ну, жребе надо существовать. Жребь? Да, ну жребий же он случайный. Случайные люди будут оказываться в власти. Но опыт показывает, что он неплох очень часто. Парисажин же выбирает. То есть выбор имеешь в виду? Не выбор, а в смысле жребий просто. Не тот смысл, что кто-то выбирает, а жребий. Случай, один случай. Которым управляет Бог, да? Не знаю, кто им управляет, зачем ему взять, но просто. В общем, опыт показывает, что они неплохие в этом смысле на многих позициях. Сначала выбирается какой-то круг лиц, допустим, которые достойны управлять, а потом из них уже жребе. Нет, не выбираются никакие лица. Кухарка может управлять государством? Но это как бы уже... На определенных постах-то почему нет? Но ведь ты же обрати внимание, что, грубо говоря, вот представитель мероприятий, не играть никакой социологической или экономической американской школы, он же не... При всем при этом он не претендует на должность старшего сантехника. Не претендует. И здесь, естественно, так же. Ты при жребии. А те роли, которые они выполняют, вполне возможно играть любая кухарка. То есть ты все-таки за функционализм. Функционализм. Да, просто так, какая экономика. Здесь функция какая-то. На эту функцию назначили человека. Да. Который хоть как-то этой функции соответствует. Ну, примерно. Из всех сантехников выбрали главного. Да. И так далее. А поскольку он будет обязательно с меня, потому что в следующий раз... Нет. Я за то, что... Я за то, что... В сантехниках своя верю. В сантехниках своя верю. Но есть много всяких должностей. Всяких. Например, губернатор города, это не является функцией, где тебе нужна личность. Это нам Григорий, не знаю, как исполнить, Сергеевич Полтачев. Ну, согласен, да. Это нам достаточно убедительно всем доказывает, что городская администрация может работать, не имея во главе никого. Но это функция, потому что... Еще есть такой пример. Кибуцы. Да, но это, правда, маленький коллектив. И вот в данном случае, когда государство большое, именно, наверное, жеребьевка наилучший способ. А вот в кибуцах там каждый должен побыть каждым. То есть за него каждый вплоть до дерева. Ну, у нас на коммунавских сборах. Каждый побыть каждым только в маленьких системах. Да, да, да. В большом системе, видимо, в этом случае, идеальный случай, это жеребьевка. На коммунавском сборе такая же была ситуация. Например, там много должностей человека. Это жеребьевка только в маленьких системах. Как ты жеребьевку делал в подобной системе? Просто. Как? А как? Просто взял и выкинул стол. У тебя 500 цифр... Как лотерея, что ли? Да, как лотерея. Как еще-то? Как лотерея. Ну, это лучше, чем... Потому что, в противном случае, это коррупция, как бы... Ну, не именно монетарная коррупция, а вообще коррупция. Понимаете, на самом деле, против жеребия всегда выступает разумность. Мы всегда хотим, на самом деле, что-то совершить разумно. А жеребие, это означает, что мы сдались. Там мы покорились в судьбе, в случае. А человек никогда не согласится покориться в случае. А иногда, я согласен, почему присяжи же убирают по жребию? Присяжи? Да. Присяжи убирают по жребию, чтобы не было никакой возможности потасовать. Да, да. Потому что... И здесь точно так. И здесь точно так. Так в Игоре, получается, что идеальный способ борьбы с коррупцией... Это альпийская система управления, которая не является демократической, то есть не ситуацией выбора, а является ситуацией на жребии. Полным. Во многих местах. Альпийская республика пока была не империя, во многом так и управлялась. Очень большое народу выбиралось по жребию. Хотя кто-то в него... И знаешь почему? Потому что там верили в Бога и считали, что жреби управляет Богом. И поэтому жребий же бросался там везде. Да. Жребий брошен. Это как стандартный рубик. И получалось неплохо. Понятно. Но они доверялись Богу. У них все-таки была разумность доверия Богу. Ну вот косметология события Божия. Нет. А если мы как бы живем в светском обществе, то мы доверяемся просто голому случаю. Мы понимаем, что в этих случаях никто не знает. Да. Но мы при этом понимаем, что мы в этом случае в наименьшей степени подвержены коррупции. А коррупция она просто все приведет в противоположный знак. Ну в этом смысле больше все подвержено это. Потому что очень многие люди из тех, кто назначает научную должность, стараются выполнять свои обязательства добросовестно. Потому что знают, что через два года этот жребий опять будет брошен и с ними ничего. Ну я согласен, допустим, что в научном учреждении назначение на какие-то должности административные поживия и другие вполне есть. Конечно. Потому что там из народа, из ученого совета практически любой может быть. Да, конечно. Это согласен, да. И это избежало всех конфликтов там и прочее там. Да. Как и решил случай, так и решил. Да. Очень такие всякие вещи, а на многих. Потому что выбор лучшего, на самом деле, это всегда критерий относительный. Так, а выбор и одно всегда хуже. Ну ладно, слушай. Выбор большинства, ты же как философ прекрасный, понимаешь, выборы большинства, это не всегда наилучший выбор. А скорее всегда наихудший выбор, это выбор большинства. Я бы сказал, нижний третий. Нижний третий, я бы сказал. Это как? Ну, если взять за шкалу между наилучшим и худшим, то это будет на третьей от наихудшего. Да. То есть это не наихудший, конечно. Но на третий. То есть такого хуже, чем могло бы быть. Ну что, а другой критерий еще есть какой-нибудь? Не знаю. Ну аристократизм. Заворачивайся. Аристократизм это и есть, психологические школы это и есть. Это аристократизм. Они там по несколько веков существуют определенного рода. Аристократия тоже в Германии и в Гарварде эти школы. Ты туда попадаешь, если ты показываешь, что ты в состоянии использовательной лояльности, то есть служителей школы, то есть обучаться, играть в бисер. А, это, правильно всего, это и вот эта мистократия сегодняшняя, она не занимается фитнесом, она играет в бисер. И люди в этом очень уточены. Они очень хорошо играют. Герцет. Да. Они вот и играют. То есть ты находишься в некой гуманитарной среде, где тебе важны коннотации, знания коннотации от силы что-либо туда. То есть погружен в дискурс? Да, погружен в дискурс и в нем живешь, конечно. Плотно-плотно. Ты в нем, они же не болваны, совсем нет. Они очень уточены, они очень хорошо знают. Очень трудно считать их дураками. Они не дураки совсем. Но они вот погружены в специфальный дискурс. Проблемы этого дискурса в то, что он всего лишь дискурс. Он не имеет отношения к нему. Это игра в бисер. Ты играешь в этот бисер, ты в этой бисерной игре, ты мастер игросмейстер. То есть ответы, вопросы, взаимоотношения, коннотации, что-либо еще. То есть, грубо говоря, ты читал Библию, но не только читал Библию, ты знаешь, еще миллион комментариев написано на ее полях. Значит, у них нет реальной власти. Есть у них реальная власть. Эта система им сделала так, что они обладают реальной власти. А почему власть не отдать, скажем, священникам? Ну а чем они, эти лучше? Эти лучше. Я против того, чтобы отдавать власть священникам. Потому что, наверное, худшей системы сложно вообще придумать. Не потому, что там священники подвержены коррупции. А какие священники просто? Просто дело в том, что священники предполагают... Нельзя власть фанатикам. Подождите. Если священник в хорошем смысле слова, власть фанатикам вообще... В чем проблема с этим? Священники, по крайней мере, как предполагается, верят в Бога. И они как бы ходят под неким более суровым начальником. Хорошо, верят в Бога. И они боятся Божьего... И они будут выполнять свои функции добросовестные. Так предполагается. Но это очень страшно. Это когда они начинают выполнять священники свои функции добросовестными. Это очень страшно. Это куча сожженных людей на костре. Это мракобесия. Это убитые люди за то, что они, скажем, гомосексуалисты. Это вот такая вещь. Хорошо же вы это велиги высказываетесь. Валя, ты же веришь в священника. Я нельзя власть давать священника. А я христианин, а священники это же как бы... Ну чего? Нет, это на самом деле, конечно, ситуация, что многие вещи отдавать по жреблю... Это же противостоит вообще. Она не очень хороша. Священство тоже. И очень хорошо. Это просто вынужденный компромисс такой. А вообще, как бы, каждый христианин является священником, если много за этого смысла говорить. И он равный среди равных. То есть кому отдать власть священникам? Отдать власть христианам? Или отдать какую-то иерархию священнику? То есть это иерархия священника? То есть это иерархия священника. То есть это иерархия священника. Ты читал Ветхие Заветы, и тебе очень не нравится. Можешь представить, какой кошмар погрузится в это общество. Это законческие священники. Да ладно, Валич, ты эту тему развиваешь. Я уже понял, что ты неверующий не считать. Я слышу. Предполагается, что именно священники являются лучшими верующими, да? Потому что они пришли, всю свою жизнь положили на служение Богу. И ты такой верующий интересный. Мне тут объясняют, что это не надо сделать. Ну, понятно, что я. А они все военные надо. Ну, вообще, это уже нормально они. Понимаешь, вот есть касты. Есть касты, условно говоря, экономические касты. Касты купцов, касты производителей. Есть касты военных, есть касты священников. Это старое кастовизированное общество. Что там, допустим, индийское. А на самом деле, есть предположение, что в обществе, ну, на Руси, как бы, и тоже существовала такая кастовость. Нет. Почему вот не попытаться, допустим, какую-то другую кастя? Не кастя, связанная с экономикой, а кастя, связанная с военными. Ну, ничего хорошего. Там более-менее успешный был. Один-единственный товарищ, этого звали Пиночек. Почему не Руси так себе? Думаю, власть была... И что, у них очень хорошо получалось? Пока дворя не служили, все было нормально. Ну, не понятно, нет. Я просто веду несколько. Почему именно военных? Потому что, ну, опять же, предполагается. Понятное дело, что реальность немножко другая. У военных самое главное понятие – это честь. Они будут действовать добросовестно, потому что у них есть честь. Да. Понятно, что у реальности всегда есть поправки. Но в некотором отношении самое главное, что есть у военных – это честь. И они действуют всегда ради чести. Они никогда не предадут. Они будут положить жизнь за свою идею, за свою Родину. Покажите мне таких идеальных военных. Не-не-не. Ну, опять же, мы сейчас... Так откуда он организируется? Мы сейчас пытаемся обсуждать некого рода философских концептов. Мы говорим, что с военными связана честь, со священниками связана истина, с промышленниками и кубцами связаны деньги на живот. Вот касты и главное понятие определения, которое определяет эту касту. Мы берем идеальную касту военных, у которых действительно есть честь и которые на эту честь служат ради исполнения некой долгу своего, своей чести. И готовы за это даже жизнь положить. Почему бы не отдать власть военную? Вот есть такая басина у Крылова, кончается словами «Вы, друзья, как не садитесь, все равно за канты не годитесь». Я считаю, что кому бы мы власть не отдали, будет все равно, и не идеально как бы, все равно будет. Примерно плюс-минус то же самое. Вот. А если говорить об идеальном обществе, то этот путь пока непонятный, что-то там высказано, об этом нам зависит. Но в этом случае нельзя делегировать власть, как кому бы то ни было. Как это общество может быть устроено, я не знаю. Давай еще раз подумаем, что все-таки властные функции есть. Они требуют своего исполнения. Если говорить об идеальном обществе, то я говорю, что для идеального общества нельзя делегировать власть кому-то. Нельзя заключать этот договор. Нельзя как бы отдавать свою свободу чужие руки. Это общество без вертикали, без иерархии. Вот это идеальное общество. Как его устроить, вот об этом можно думать. Такое идеальное общество сразу развалится, потому что как оно будет относиться к другим обществам? Ведь власти – это представители всего общества, да и они действуют от или не общества. Интересы всего общества. Послушай, у нас же был там семинар, мы же говорили, что такое общество может быть устроено из таких общин, как бы небольших. А эти общины между собой там будут взаимодействовать наподобие нейронов головной мозги, как бы. Что-то такое. Ну, ты как бы сейчас сказал, за одно кино и на другое перешел. Ну, ладно, все, давай рассказали. Ну, ладно. Спасибо.